В марте 2000 года под Грозным в засаду попал отряд ОМОНа Сергея Посадского района. 2 марта стала последним днём жизни для 17 его бойцов. Любовь Александровна Маркелова, вдова командира отряда Дмитрия Афанасьевича Маркелова, буквально по часам восстановила хронологию того трагического дня 2 марта 2000 года. И сегодня она в нашей студии. Любовь Александровна, здравствуйте. Любовь Александровна, Вы выпустили книгу засадов, в которой буквально все расписываете, и как отряд уезжал, и как его встречали в Моздоке, и как колонна нашего Сергея Посадского отряда двигалась к Грозному, к тому месту, где попала в засаду и состоялся бой. Но вот сейчас уже 17 лет прошло, и многие, наверное, уже даже не помнят вообще всю ситуацию, которая была вокруг Чечни в 99-м, в 2000 году. А по сути, это, как говорят, вот таким языком, что это была уже вторая чеченская война, и границы Чечни были закрыты, были введены туда войска, и по сути отряд ехал в настоящую горячую точку. Я могу рассказывать только по свидетельству тех людей, которые там были в этот момент. Вот Кожуков, подольский омоновец, он рассказывал, что только что закончился штурм Грозного в феврале месяце, в конце февраля. Боевиков выбили из Грозного, и они разместились где-то вот поблизости Старопромысловского района. И, ну, надо сказать, очень близко. В поселке они находились. Потому что поселки, которые прилегали к базе подольского ОМОНа, там, где базировался подольский ОМОН, и куда должны были приехать наши и сменить подольских омоновцев. Так вот, в это время, даже за две недели до приезда наших бойцов, был со стороны поселка убит Алексей Щербаков, убит из гранатомета. То есть это говорит о том, что уже за две недели до приезда наших там уже находились боевики. 2 марта наш отряд двигался из Моздока. Ну, где-то с 7 часов утра они уже выехали с привокзальной площади Моздока, заехали в штаб, где Маркелов зарегистрировал отряд, поставил его на удовольствие. С этого дня стали платиться боевые деньги бойцам. И он потребовал в штабе бронесопровождение, но ему сказали, все чисто, езжайте. Об этом рассказал водитель машины, в котором ехал командир. Подъехав к границе Чечни, командир подольского ОМОНа, который встречал нашу колонну в Моздоке вместе с своими бойцами на своем Урале. И на этом же Урале они показывали дорогу, они ехали первые. И вот командир подольского ОМОНа, исполняющий обязанности, Тихонов, он вышел из машины на довольно значительном расстоянии от блокпоста, предъявил документы и получил разрешение на въезд в Чечню. Итак, они прошли 5-6 блокпостов, никто их не задержал, все они шли по тому маршруту, по которому подольские приехали их встречать, и по которому они неоднократно уже в течение этого месяца ездили в Моздок. В Моздоке находился штаб мобильного отряда МВД Российской Федерации. Там они должны были зарегистрироваться, каждый отряд. И 1 марта, как на суде выяснилось, через Моздок прошло 17 отрядов, за 2 марта прошло 10 отрядов. Ну вы представляете, сколько должно быть БТРов для сопровождения, чтобы обеспечить всех колонны. А колонны выезжали, даже вот 2 машины уже считается это колонной. Наши колонны сколько было машин? 11 машин. 4 машины выехали 28 февраля, 19 человек сопровождающих. Они груженые были продовольствием, боеприпасами. Да, из пересвета, отправились своим ходом. Да, из пересвета, своим ходом 28 февраля. Автобус «ПАЗ» и «УАЗик», в котором потом ехал командир. В этих машинах было груза 20 тонн. Это указано Маркеловым в декларации на вооружение, которая также есть в книге, копия этого документа. Подъехав к Грозному, если говорить о том, какая обстановка была, то могу уточнить. С 29 на 1 марта была обстрелена 6-я рота Псковской дивизии. И погибло 84 человека. В течение месяца потом, то, что известно только, громкие такие расстрелы колонн, это пермский ОМОН, хантамансийский ОМОН. Но по свидетельству Кожухова, подвойского ОМОНа, который там был в течение месяца, он сказал, что колонны попадали в засаду практически ежедневно. И то, что обстрел нашей колонны был организован настолько жестоко, цинично, и такие жертвы были, я думаю, поэтому такую огласку приобрело это событие. Любовь Александровна, если возвращаться все-таки к хронологии 2 марта, у вас буквально по часам выехали в Восток, какое-то время прошли блокпост, зарегистрировались, двинулись дальше. Там же было по ходу движения несколько нюансов, которые выпадали, может быть, из нормального русла. Вы пишете, что в одном месте колонну как бы дождалась, и потом обогнала машина, которая оказалась на блокпосту. Это было уже за 5 километров от блокпоста. На обочине стояла Нива, в которой сидели четверо вооруженных людей. Трое с автоматами, один с гранатометом. Это заметил свидетель, потерпевшим признан, потому что раненый, Жуков. Его показания есть в книге. Машина некоторое время постояла, пропустила несколько Уралов, потом сорвалась с места и уехала на большой скорости, включив автосигнализацию. Потом уже свидетели показывали, что по поселку она буквально пронеслась с воем этой сирены. Люди из этой машины вышли и предупредили других чеченцев, которые торговали на рынке, которые собрались около этого блокпоста, там было около ста человек, предупредили, что едут боевики. А почему вот это произошло? Надо уже немножко вернуться назад. 1 марта 2000 года на совещании у коменданта Старопромысловского района заместитель начальника чеченской милиции сообщил, что в город должна войти группа боевиков, переодетых в милицейскую форму. Задержать их было решено на блокпосту номер 53 в зоне ответственности Подольского ОМОНа. И утром 2 марта должны были отправиться туда сотрудники Временного отдела внутренних дел, которые приписаны к этой комендатуре. Но к ней приписано еще и районное отделение, то есть состоящее из чеченских милиционеров. Так вот, чеченские милиционеры самовольно приехали на блокпост и привезли на двух машинах, на Ниве и Вольве, привезли группу вооруженных людей, которые, не доехав немного до блокпоста, высадили этих людей. Подольские ОМОНовцы, которые там стояли на блокпосту, три человека, они этих людей знали, потому что они с ними несли службу на этом блокпосту. И, естественно, не вызвали никаких подозрений. У них приезд этих машин, эти вооруженные люди, и эти вооруженные люди разместились в промышленной зоне за длинным железобетонным забором, который длиной был где-то километр, а высотой около трех метров. сделано было очень тщательно, продумано все это было. То есть они заранее, уже около восьми часов, видимо, по рации им пришло сообщение, что наша колонна подходит к границе Чечни. Они привозят этих людей, те рассаживаются по промышленным постройкам, полуразрушенным. Предупреждают тех, кто на рынке, те, кто на блокпосту. Люди, я так понимаю, уходят. Нет, еще пока нет. Эти люди просто рассаживаются с одной стороны дороги за железобетонным забором. Через час где-то приезжают туда сотрудники временного отдела, состоящие в то время из свердловских милиционеров. Их 33 человека, они на двух БТРах. БТРы встают в прорехах между железобетонными заборами, милиционеры рассаживаются так. Напротив блокпоста одна группа, 17 человек. То есть это та группа, которая ехала встречать якобы переодетых боевиков. Да. А другая группа, 16 человек, она на расстоянии 50 метров располагается под навесом здания автосервиса. И вот эта Нива, которая встретила нашу колонну, подъезжает на блокпост, предупреждает чеченцев. И о нашем подольским и свердловским милиционерам говорит, что едет колонна переодетых боевиков. Подольский милиционер уходит с блокпоста в поселок, а поселок на расстоянии 20-30 метров начинаются уже дома. Так же, как и железобетонный забор, он на расстоянии 20 метров находился от дороги. Подольские милиционеры, не связавшись по рации со своей базой, потому что на базе уже сообщили, подходит наша колонна. Биноклей у них не было, машины появились на расстоянии где-то 600-700 метров от блокпоста. И как бы разглядеть они не могли, кто это едет. А свердловские начали занимать, те, которые под навесом автосервиса, начали занимать боевые позиции. А те 17, которые напротив блокпоста, они находились в траншее, такая довольно глубокая траншея. И они буквально вот напротив блокпоста. А те на расстоянии 50 метров. Подъезжает наша колонна. А, нет, еще, значит, ситуация такая. Вторая машина чеченских милиционеров, «Вольво», перегораживает дорогу в колонне. Это есть на видеосъемках все. Из нее выходит человек, быстро убегает в поселок. Убегает с гранатометом. И практически в это время начинается стрельба. Во сколько это началось, Любовь Александровна? Это началось в 10 часов. В 10 утра. 9 часов 56 минут Жуков заметил на своих часах. Свидетель. 9 часов 56 минут. Но в 10 часов уже начались по рации переговоры, что докладывают, что идет стрельба. Те докладывают, эти докладывают. 10 часов. У вас здесь в книге, на мой взгляд, уникальный документ. Это как раз записи всех переговоров по рации, всех отрядов, которые находились и пользовались данной служебной чистотой. Дело в том, что наши, когда выехали, связь осуществлялся между машинами по 7 каналу радиостанции Моторола. А у командира подольского ОМОНа Тихонова, который ехал в первой машине, у него была связь Кенбуд, которая обеспечивает связь со всеми подразделениями в Чечне. Так вот, подъехав к нашей базе, к базе подольского ОМОНа, начинается стрельба. Тихонов сразу связывает со своей базой, что нужна помощь, мы попали в засаду. Подольские пытаются помочь, но выйти даже с базы не могут, потому что они тоже оказались под обстрелом боевиков, которые засели в этой промышленной зоне. За дорогой справа, вот там, где поселок, но еще выше, на сопке, находился взвод подольского ОМОНа, постоянно там дежурил, и они тоже оказались под обстрелом с трех точек, с предполья, с нефтяных вышек в них стреляли, и из домов поселка. То есть, по сути, все силы, которые могли бы экстренно подойти, они были отрезаны. И в этот момент начинается обстрел Свердловчан со стороны заброшенных вот этих промышленных построек. Любовь Александровна, сколько шел этот бой? Этот бой шел до двух часов дня, с десяти утра, то есть четыре часа. Любовь Александровна, но несмотря на такую, не знаю, может быть, страшную ситуацию, бойцы отряда, они проявили и взаимовыручку, и действительно, вот и подвиг ведь был. Да, ну, надо сказать, что многим помог очень ковалец Михаил Михайлович. Вот Жуков подробно рассказывает, как ковалец командовал, потому что Маркилов был убит уже в начале боя где-то минут через десять. Основная масса огня пришлась на первые пять машин. Маркилов ехал в десятой. И вот, представляете, шестая, седьмая, восьмая, девятая, одиннадцатая. Никто не убит и немногие ранены. То есть вот в них уже менее огня было направлено на них. И потом сразу же открыли огонь по тем точкам со стороны базы подвольского ОМОНа, как только вот они определились, откуда в них стреляют. Они там АГС поставили, накрыли и там прекратили оттуда стрельбу. Вот. А Маркилов вот был убит в десятой машине. А восемнадцать человек погибли в первых пяти машинах. И сгорели-то люди. Почему? Потому что туда ставили какие-то емкости, как описывает Жуков, на вокзале. Это не наш отряд. Наш отряд все с собой вез в машинах. Это, видимо, для Уралов топливо оставили. И выстрелом гранатомета подожгли эту машину. И все, и люди загорелись, и погибли. Бой уже заканчивался. И пять человек находились в надежном укрытии, когда стали слышны стоны истекающие в крови бойца. И Сергей Клишин выпал из этого надежного укрытия, чтобы перевязать товарища своим жгутом. И был убит. На суде прокурор выяснял, почему этот боец просил о помощи, что он сам себя не мог перевязать, что у тебя жгута не было. Вот такие вот претензии были к нашим бойцам. Он говорит, я был ранен во все руки и все ноги. То есть ему постепенно отстрелили ноги, руки, и он не мог сам себя перевязать. И когда его уже подъехали БТР, через полчаса его, ну, может быть, его в конце боя, конечно, уже загрузили в БТР, но он уже терял сознание от потери крови. И он приходил потом к маме Базановой Зинаиде Николаевне на костылях еще сразу после госпиталя со своей мамой. Мама Сергея Клишина. К маме Сергея Клишина, да. Этот боец приходил и сказал, что своей жизнью я обязан Сереже. Вот такая вот героический поступок, просто героический. Он мог бы остаться жив, если бы остался в этом укрытии. Любовь Александровна, что сейчас известно о тех боевиках, которые стреляли по Сергею Пассациям? На первой годовщине, когда к нам Сергей Пассаций приехал генерал милиции Голубев Иван Иванович, на месте будущего памятника на улице Клинки, он сказал, что мы сделали все возможное, чтобы отомстить за такие великие потери. Банда Цигараева почти полностью уничтожена. И на пятой годовщину приезжал тоже к нам из министерства генерал Першуткин Николай. Он тогда тоже сказал, что все, кто устроил эту засаду, уже не ходят по земле. Так что... Ну, вы сами видите, что в Чечне. Естественно, что уже их нет в живых. Память о ребятах, которые погибли тогда под Грозным, хранят в Сергеевом Посаде, на Глинке. На улице Глинки сейчас стоит памятник. И каждый год 2 марта туда приходят люди. Я знаю, что на школах, где учились ребята, которые погибли в том бою, установлены памятные доски. Причем это была такая ненавязанная инициатива, а именно инициатива, рожденная снизу, потому что сами же их боевые товарищи, насколько я знаю, все это организовали. Но хранят память об отряде и в Чечне. Расскажите. Дело в том, что уже на похороны приезжали несколько жителей из села Шелкозаводское, в котором дислоцировался отряд в октябре-декабре 99-го года. Люди от них видели только помощь. И Дмитрий Федин вот в письме своем написал, что мы для жителей жизнь, свет, вода, мука, транспорт, медицинское обслуживание. Здесь не слышали мы даже ни одного выстрела. И если кто-то и недоволен, то они сидят и молчат, потому что получат от своих же. Наш медик принял роды. Об этом написала местная газета. И теперь к нему паломничество. И он никому не отказывает в помощи. Похоронили отца у учительницы. Матери медицинскую помощь оказали. То есть наши бойцы такую хорошую светлую память о себе оставили, что когда жители этого села узнали, что произошло 2 марта, они собрались, старейшины села собрались и решили переименовать улицу Советскую в улицу имени Маркелова в честь всего нашего отряда. Так что благодарные жители так отнеслись. Спасибо. Мне в конце хотелось бы сказать, что, конечно, эта книга это не только рассказ о том, что происходило 2 марта в Старопромысловском районе. Это еще и значительная часть, где родственники рассказывают о своих близких, которые уже, к сожалению, не вернутся. Спасибо за то, что вы сделали такую работу, за то, что все это вместе собрали. Я думаю, что память об отряде должна храниться не только как памятник, но и как история, история людей, история того боя. Спасибо большое, Любовь Александровна, за рассказ. Спасибо вам. Я напомню, что мы беседовали с Любовью Маркеловой, вдовой, командира отряда Дмитрия Афанасьевича Маркелова. В марте 2000-го отряд попал в засаду под Грозным. И вот то, что известно родственникам об этом бое, теперь в книге «Засада». Всего доброго. Одежда для ведущих представлена фабрикой женской моды «Пирорус». Фабрикой женской моды Фабрикой женской моды